Салют, друзья! С вами Денис Пахомов и это очередной выпуск рубрики Будни Викинга. Так, ну что, неделька пролетела, неделька, как и ранее, была интересной. Но начну с той новости, которая оглашена непосредственно на заставке. Да, я подготовил эту заставку к этому выпуску заранее, потому что, да, я должен был работать уже с завтрашнего дня спасателем на бассейне. Но, но, все складывается против меня. Почему-то управляющая и HR-менеджер не хотят допускать меня к этой работе. Разговора так и не состоялась в течение трех дней. Главный тренер бассейна уже полностью за, чтобы я заступал на смену. То есть, ну, в принципе, никаких нюансов, никаких противоречий, почему я не могу работать, нет. Но по какой-то причине он говорит, что они резко против. Говорит, я не знаю, я не понимаю, почему. Мне сказали, что, ну, надо поговорить. И вот с четверга мы так и не поговорили. По каким-то, опять же, непонятным причинам. То меня нету, то я уехал, то еще что-то. Ну, в общем, все дико странно. Но я надеюсь, что на следующей неделе я все-таки пообщаюсь и буду работать на бассейне. Почему я, в принципе, пошел работать спасателем? Как я говорил ранее, я тренируюсь сейчас вторник, четверг, суббота. И, в принципе, и работаю я вторник, четверг, суббота. Ну, полный рабочий день. А понедельник всегда пятница и воскресенье у меня, по сути, выходные. Я пытался найти подработки какие-то там грузчикам или еще что-то на вот такие, ну, скажем так, частичный заработок, частичная занятость. Но, к сожалению, таких работ практически не существует. По крайней мере, мне не попадались на глаза какие-то вакансии, которые бы могли удовлетворить мои запросы. Работу тренером я бросать не хочу. Я потихоньку начинаю набивать клиентов. У меня потихоньку наполняется группа по кроссфиту. Персональные клиенты потихоньку начинают приходить. Вот, но пока что, работая три дня в неделю, мне недостаточно, чтобы восполнить свою финансовую яму, в которую я глубоко залез с августа прошлого года. Вот, поэтому было принято решение в понедельник, в среду пятница ездить в свой уже родной клуб и работать там спасателем. И, может быть, параллельно, еще в понедельник, в среду пятница, открыть группу кроссфита, коль уже буду туда ездить. Но, посмотрим. В общем, пока планы вот такого формата. Я пытался найти вакансии в других клубах тоже, но сейчас такая ситуация в стране, и я думаю, что вакансий на тренера нет. Ребята, которые, в принципе, хорошо зарабатывали, тренера, сейчас немножко подзатянули пояса, потому что кто-то из людей перестал ходить, потому что тоже пропали финансовые возможности, кто-то боится, кто-то болеет. Ну, в общем, тренера немного вот подзатянули, еще раз повторюсь, пояса за вот это вот карантинное время. Поэтому вакансии, ну, как никогда, буквально там одна-две вакансии, то это либо какие-то женские клубы типа Фиткерс или еще что-то, ну, в общем, вообще мне не подходящее. Вот, поэтому, опять же, искренне надеюсь, что на следующей неделе я все-таки заступлю в должность спасателя и начну зарабатывать дополнительные деньги. Но да ладно, я просто так хотел выставить эту картинку на заставку, так хотел поделиться эмоциями, впечатлениями, но не тут-то было. Ладно, картинку объяснил, теперь поговорим о более важных темах тренировки. Итак, ну, как вы видели в видео в пятницу, тренировка четверг удалась на славу. Прям, честно говоря, я не ожидал такого исхода, я думал, все будет чуть-чуть печальнее. Хорошо зашел толчок, левая рука привыкает. В принципе, как я и говорил, что по силе запас какой-то есть, осталось наработать технику. Но левая рука все равно порадовала, правой как бы, ну, 66, в принципе, не так уж и много. Хорошо, все хорошо. А вот взятие по сравнению с предыдущей тренировкой прям, ну, прям комфортно было, чего греха таить. Я не то, что там с ней постоять, я даже смог с ней там немножко поподседать. Буду практиковать. Так, ну, и теперь обычные тренировки во вторник. Во вторник я немного борщинул с ногами. Так, что я сделал? Я поприседал пистолеты с гирями, кстати, об этом будет отдельный выпуск. Как ушатать, как накачать огромные ноги с одной гирей. И, в принципе, как держать ноги в хорошей форме и быть, чтобы они были и сильными, и выносливыми, и достаточно объемными, и рельефными. И это все с помощью одной гири. Вот. Поприседал пистолеты с гирями, попрыгал на тумбу. И что-то еще я делал на ноги, вот не помню, что еще. И делал комплекс. Делал комплекс, который давал ребятам в этот день. Это было 10 подтягиваний строгих, 20 отжиманий на брусьях, 30 скручиваний на пресс. Ну, в моем случае это были носки к перекладине. 40 выпрыгиваний из седа и 50 броскового мяча в цель. 9 килограммового. И, вот, наверное, все-таки больше комплекс, чем пистолеты, ушатал мои ноги. Поэтому к четвергу, к тренировке толчка, я был немножко ошарашен. Того, что ноги болят. Они, на самом деле, до сих пор болят. Так, суббота. Суббота, день спины. Но, честно скажу, что после четверга была и есть очень хорошая крепатура. И в пояснице, и в косых, и в мышце живота. Пресс болит. Гиря все-таки очень жестко нагружает кор. Теперь я понимаю, откуда у гиревиков, тех, кто посуше. Такой мощный пресс. Это, ну, я не помню никаких других упражнений, которые бы так жестко нагружали мои косые мышцы. Вот. Поэтому сегодня решил, ну, для вас воскресенье, для меня сегодня еще суббота. Сегодня решил субботу не делать становую тягу, тяжелую. Поэтому я поподтягивался с весом. Попробовал 32, но 32 зашло на 4. Поэтому, в принципе, поработал 24 килограмма по 5 повторений в 5 подходах. Потянул гирю в наклоне. На широчайшую, ну, такую чисто качалочку. Подержал гирю на попа. Вот здесь я, конечно, подохренел. Мне кажется, даже 96 килограммовая гиря не так ушатывает кисти, как удержание на попа. Левая рука, это вообще отдельный разговор. Если кто помнит, я делал рывки на попа. И вот тогда я 32-шку порвал и удивился. Прям как-то зашло. А сегодня я 32-шку еле-еле взял на попа. Ну, потом, конечно, немножко адаптировался. И лучший результат это было 32 плюс 10. Получается 42 килограмма. Полтинник, ну, прям вообще никак не хотел держаться в левой руке. Вот. Правый, ну, 32-42, вообще ни о чем. Как бы нормально. С полтинником начал бегать по помосту. То есть, вот она меня прям вводит. Хотя, искренне надеялся подержать 50 плюс что-то. Потому что в далекие времена я достаточно уверенно удерживал 32 плюс 32. На канале можно найти видео, где я пытаюсь толкнуть. Не пытаюсь, я толкаю 32 плюс 24 гирю на попа. И там есть попытки 32 плюс 32. Так вот, на попа я держал их довольно-таки уверенно. Не знаю, может быть, опять же, это связано с конструкцией. В гире 50 килограмм. Ну, прям вот некомфортно мне было их держать на кисти. Но, опять же, повторюсь, тем интереснее. Есть над чем работать. Хочется, конечно, уже уверенно держать на попа и полтинник левой рукой. И более уверенно правой рукой. Я вообще заметил, кстати, также сделал небольшую ответочку на зарубу от Игоря Терентьева. Там еще товарищ мне Константин Ушкола скинул зарубу. Взятие вот так, я не знаю, как правильно называется, на ребро гири плюс жим. Ну, я еще от себя добавил пару элементов. Не для скуки. Я вам скажу, что зашло далеко не с первого раза, хотя гиря всего 16 килограмм. Я думал, что осилю 24, уверенно. Но бицепс сказал, извини, друг, никак. Так, заметно ушатались предплечья, потому что во вторник я накрутился гвоздей и предплечья, кисти до сих пор ощущаются. Именно связки. Мне приехали опять карты. В этот раз 63 карты. Их надо порвать быстрее, чем за одну минуту. Ну, хочется так. Но пока я так и не решился, потому что чувствую, что кисти еще крепатурят. Кипатурят. Может быть, поэтому и удержание гири на попах хреновенько зашло. Не знаю. Сложно сказать. Вот. Поэтому на следующую неделю план уже наконец-то в толчке будет 74, да, до 50 плюс 24. Но по два повторения. Для меня это более комфортная работа, чем вот эти вот многоповторки по 4 повторения на руку. Посмотрим, как будет заходить. Не знаю, что делать с 96-килограммовой. Как бы так предподноровиться. Может быть, пробовать. Наверное, буду пробовать опять же брать на грудь и больше подседать. Пробовать положить ее на грудь так, чтобы я мог вкладываться ногами хорошо. И чувствовать запас то, что она полетит. Потому что пока подседать я могу. Но я не чувствую, что вот этот импульс от ног, он пойдет именно в толчок. Пока непонятно куда. Но сам факт того, что гиря уже достаточно комфортно для меня лежит на груди, уже хороший сдвиг. Так, что еще? Да, в принципе, наверное, все. По тренировкам рассказал. А, ну и комплекс сегодня сделал. Комплекс, опять же скажу, пожалел себя. Думал сделать чуть-чуть пожестче. Но сделал в таком лайтовом варианте. Это взятие на грудь Аполлон Акселя 80 кг и махи гири 50 кг. В режиме имом. Одну минуту, ну, первую минуту делаю взятие на грудь 5 повторений. До конца минуты отдыхаю. Следующую минуту делаю 5 маха 50 кг. В принципе, легко зашло. Но руки после турника, после гвоздей, после всего ладони сами по себе уже чувствую, что скоро послетают. Мозоли надо отпарить в ванной, зачистить. Потому что слишком много на них свалилось всего. Вот, поэтому в таком лайтовом режиме поработал. На самом деле, хотел сделать 21-15-9. Взять на грудь Аполлон Акселя, махи гири и добавить еще носки к перекладине на турнике. Ну так, чтобы хват прогрузить капитально. Но, пожалел кожу. Потому что, если сейчас посрываю мозоли, следующая неделя, ну, она просто не зайдет. Потому что будут заживать руки. Вот, в принципе, все. Уже жду следующую неделю. Хочется, хочется потренироваться. Как только отойдут руки, я выложу видео с разрыванием карт. Я думаю, это может быть будет, наверное, понедельник, вторник. Плюс-минус. Ну, надеюсь. Наверное, во вторник буду на работе, как раз порву. Рубрика еще по гирям продолжается. В запасе есть несколько действий. Никак не сниму. Хочется снять, как я говорил, по-моему, или не говорил, максимальное количество турецких подъемов с гирей. 32 килограмма. И, ну, может быть, за минуту попробовать. Не знаю. Также вот выложу ролик о том, как качать ноги с гирей. Я думаю, многим зайдет. Хотя, я не знаю. Игнорируйте. Напишите в комментариях, вообще, тренируете ноги? И насколько усердно, скажем так, в каком процентном соотношении вы отдаете им предпочтение? Потому что я, допустим, всегда в своем тренинге отдавал предпочтение ногам, наверное, процентов 50. И 50% делилось между спиной и плечевым поясом. Ноги прям для меня всегда были топ. Я мог пропустить какую угодно тренировку, но только не тренировку ног. Вот. Поэтому, ну, и до сих пор. Я не приседаю с большими весами, но все равно ноги стараюсь грузить и так, чтобы я чувствовал, что я их нагружаю. Вот. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, тренируете ли вы ноги? И будет ли вообще вам интересен ролик о том, как качать ноги в домашних условиях? Ну, потому что с гирей, в принципе, может тренироваться где угодно. И в домашних, и не в домашних условиях. Я думаю... Ну, по крайней мере, кому-то это точно будет полезно. Все, ребятки, в очередной раз пытаюсь попрощаться. Всем спорт, берегите себя, всем силы. Всех обнял. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok